Почти за 4 года в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудене выдано более 34,5 тысяч подарочных наборов для новорожденных в рамках проекта «Демография». Наш презент, который вручается рожденному Верхней Волжи, оказался самым большим среди регионов ЦФО. Из каких предметов он состоит и как его получить, рассказывает наш корреспондент. В торжественной обстановке в одном из залов нового Тверского областного дворца бракосочетания папа новорожденной дочери Александра Виноградов получает ценную синюю коробку. Подарок родившемуся в Тверской области. Конечно, приятно, что она заботится о правительстве, что у нас не осталось незамеченным. Это очень приятно. Я, честно, был в шоке. Я не ожидал. Я отпросил с работы, приехал, не подготовился, ничего. И вот такое вот здесь, такое торжество. Но вот тут для меня, конечно, приятно неожиданно все. Весит такой бокс килограмм 10, делится мужчина. Хорошее подспорье для молодой семьи. И действительно, внутри синей коробки множество полезных вещей. Это одежда на первые месяцы жизни, демисезонный комбинезон, бутылочка, пеленки, одеяло, погремушки, памперсы, пеленки и многое другое. Содержимое коробки собиралось с учетом мнения тверских мам. Первые наборы были вручены в октябре 2019 года. С тех пор они неоднократно модернизировались. Какие-то предметы добавлялись, какие-то убирались. С 1 апреля 2022 года подарок был дополнен рядом предметов. И в подарок вошли у нас термосумка, вошел пеленальный столик, расческа для детей, вошел цифровой термометр. А с 1 января 2023 года в набор у нас вошел сборник стихотворений «Я родился». В этот сборник стихотворений у нас входит как произведение великих поэтов, так и произведение наших тверских жителей. С 2019 года все такие подарки в рамках национального проекта «Демография» получили более 34,5 тысяч тверских семей. За первое полугодие 2023 года чуть больше 4 тысяч. Кроме того, почти половина содержимого подарка – это продукция, произведенная в Тверской области. А еще о том, какие подарки выдаются в Тверской области, обсуждают даже в соседних регионах. Если сравнивать по всем субъектам Центрального федерального округа, подарок в Тверской области является самым большим, самым насыщенным. В подарок входит у нас 70 предметов. Стоимость этой коробки более 16 тысяч рублей. Отзывы в целом положительные по подарку, потому что, во-первых, мы проводим как раз опросы, чтобы мы понимали, что действительно нужно маме, которая с новорожденным ребенком. И мамы отзываются на самом деле положительно. Для сравнения, в Подмосковье подарочная коробка состоит примерно из 50 предметов. В Ленинградской области – из 14, в Ярославле – из 16. Там презенты выдают, кстати, с 2022 года. В Псковской и Владимирской областях дарят сертификаты на 5 и 10 тысяч рублей. Соответственно, подарок в Тверской области получить в денежном эквиваленте нельзя. Да и многие родители уверены, что в синей коробке уже собрано все необходимое. И не нужно тратить время на выбор и покупку полезных вещей для ухода за малышом. Получить презент можно в органах ЗАГС. Большинство подарков вручают именно они, а также в филиалах МФЦ и Мой семейный центр по месту жительства. Если родители определились с именем и получают свидетельство о рождении в роддоме или перинатальном центре, то там также сидит работник ЗАГСа. И получить подарочный набор можно там. В настоящее время, благодаря политике поддержки семей с детьми, в регионе увеличилось и количество многодетных семей. Сегодня их более 14 с половиной тысяч. Важно, что в Тверской области с 2016 года более чем на 45% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня у нас каждый пятый ребенок растет в многодетных семьях. А по рождаемости третьих и четвертых детей Верхневолжье занимает третье и второе место в ЦФО. В Верхневолжье семьям с детьми, в том числе и многодетными, оказывается порядка 50 мер поддержки. Это меры, направленные на укрепление семьи и ценности семейной жизни. Повышение качества жизни семей с детьми являются приоритетами региональной государственной политики.